Здравствуйте! Вы попали в закулисье. Обычно этого никто не видит. Сегодня я рехерслю. Сейчас я репетирую песню к джему. Я пою кавер на кавер на кавер. Кавер на кавер. Хей. Господи, хотела сказать Хейли Вивер. Я обычно никому не показываю свои репетиции, потому что, ну, обычно это все снимается уже на концерте. Но сегодня я решила, что все-таки для влога я буду показывать кусочки и делиться с вами свой everyday-to-day life. Кстати, мне сегодня прислали то, что очень сложно достать. Это халат за кей. Завтра возьму с собой на джем. Буду показывать. Так давно их не надевала. Сегодня у меня совсем новые. О, прекрасное утро. Сейчас офигенная погода. В Москве вообще не жарко, не холодно. Потрясающе. Европейская такая. Так тихо. Все еще спят. Нам надо быть на заказе к 11. Это заказ детской одежды. У моей мамы магазин детской одежды в Самаре. Мил Бомбина. Кто не знает. Вот. И мы... Я помогаю маме немножко с бизнесом. Иногда веду инстаграм, когда у меня есть время. Иногда я ленюсь и не помогаю. Помогаю с коллекциями. Иногда даже сама как продавец что-то продаю, когда приезжаю в Самару. Вот. Поэтому, если вам интересно, я оставлю внизу ссылочку. Мы отправляем по всей России какие-нибудь классные брендовые вещи. С большими скидками все есть. Поэтому смотрите. Я часто себе тоже там что-то беру. Больших размеров на 18 лет. Ай! Привет! Привет! Ой, вот ты! Где ты? Где ты? Вот тут! Ой, вот тут! Ой. Это что? Просвет? Это не так? Вот ты. Это не твой. что я приехал домой и и кстати вчера себе сделала реюниен стены и показывала вам ее в телеграме вот какое-то у меня сегодня странное состояние может быть из того что я не выспалась и выпила три чашки кофе достаточно крепких вот это конечно немножко дает по голове через три часа мне надо где-то выходить и чего-то пока такой мотивации сильно выходить из дома нету но нужно и сейчас хочу показать вам напиток который я сейчас делаю мне кажется каждый день это очень просто это очень полезно если это делать ну не очень полезно но типа это окей для этого понадобится апельсиновый сок вы можете его выжать сами но у меня просто такой и газировка минеральная вода я вообще подсела на минеральную воду я просто не могу а еще можно вкусно очень делать минеральную воду с водой а еще очень вкусно делать минералку с огурцом может здесь сейчас это почему я снимаю на телефон это ужасная история я ненавижу снимать на телефон мне это не нравится выхода нету я захотела снимать придется снимать у меня сломалась карта память для камеры которая на 128 гигабайт с ней что-то надо делать я этот вопрос буду решать но чуть позже когда у меня перестанут руки трястись и я буду себя чувствовать лучше не знаю как я сегодня буду пить не знаю еще в чем я пойду но я надеюсь что ответ придет ко мне сам вот таким образом можно использовать малосольные огурчишки будет мне кажется очень мило мы написали коллекцию все очень красиво следующий сезон будет просто мне кажется по мигским вот эту историю ненадолго поставить в холодильник чтобы огурец дал свой flavors надеюсь что я сейчас немножко отдохну какой-то тремор спадет потому что неприятное состояние может быть глицинчику пососать как идея мне очень рада стена скажите выглядит потрясающе лайк абсас если у меня возьмут снова авторские права за мою же песню спасибо больше мы ее не будем показывать если вы хотите послушать ссылочку везде оставлю у меня маленькая победа я смогла починить немного карту памяти не знаю ненадолго или надолго ли но пока я рада что у меня качество изменится я вышли в душу у меня самом деле очень мало времени чтобы собраться но я пою не в самом начале поэтому я думаю что я немного опоздаю кстати я сейчас смотрю на освещение и думаю что прекрасно я могу снимать здесь видосы с уходом с макияжем и так далее для начала поделю волосы на две части не буду заморачиваться сделаю просто очень очень легкие плотный спрят профс я вам его много раз показывала в своей кладке обожаю его использовать так я переоделась волосы немножко уже опустились поэтому я думаю что я все-таки возьму сейчас крабик и заколю волосы очень важный шаг это хайлайтер вот на эту зону потому что по-другому работать нельзя сейчас я это сделаю и параллельно буду смотреть сколько стоит такси до туда потому что я уже опаздываю надеваю очень красивое ожерелье оно у меня из иконики у них была коллекция недавно относительно и было такое же нежно-розовое очень похоже на сваровский мне кажется шикарно выглядит мая бэйби моя крошка кстати так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Сегодня понедельник. Я выпала на два дня из объектива, потому что было очень много... A lot of stuff to do. Сейчас я быстро собираюсь и к 10 еду в Афимол. Я хочу сходить в коз, посмотреть, что там осталось, потому что его открыли ненадолго. И хочу посмотреть, что осталось из базы, потому что очень мы всей семьей любим одежду коз. Очень подолгу носим их вещи. У меня самый любимый мой кардиган был от коз. Я сейчас ем замоченную овсянку. Ещё у меня есть имонный кекс, который был приготовлен вчера. И я уже его съела с кофе. И после этого овсянка не так хорошо заходит, на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый раз, когда я собираюсь с вами поболтать, мне звонит кто-нибудь из моей семьи или друзей. Поэтому, видите, каждый раз. Я ещё хочу сегодня зайти в золотое яблоко, потому что мне нужен шампунь. Я думаю, заказать ли на Озоне, потому что на Озоне что-то всё дешевле. У меня очень странно стало работать приложение золотого яблока, потому что я не могу выбрать продукты из сегмента, которые доступны в Москве для доставки. И это очень какая-то странная тема. У меня такого в Самаре нет. То есть все продукты, которые добавляю в корзину, даже несмотря на то, что я ставлю свою геопозицию в Москва, мне пишут, что этих продуктов нет у вас в городе. И, короче, не знаю, странно это очень. Я заполнила губы карандашом от Шик. И сейчас на центр внесём помаду от Буржуа. Она более насыщенная. Так, ну что, я нашла в себе идеальное пальто на осень. Оно шоколадного оттенка. Очень красиво. Это 42-й размер. С 40-го мне тоже хорошо, но это прям идеально. Он большой. Очень красиво. Так вот, с сумкой. Уже. Мне нравится, как смотрит. Критикан. Мне нравится, что он большой, но как будто бы можно и размер поменьше взять. Он такой короткий, но его красиво как на голый тело, так рубашку под него. Это как бы не классическая эска. Это тоже очень красиво, но приятный классический осенний джемпер. Вот так вот. Единственное из пальто. Не могу. Мне нравится всё. Мне очень нравятся платья. Я не знаю, будет ли я его куда-то носить. Ну, такой длинный. Не знаю. Понятно, что сюда нужны колготки, чтобы этот ничего не упирал. Я решила взять пальто, потому что надо. И серую кофту, просто классическую. Потому что у меня такой нету. Это хорошая база. Это база. В Косе очень дорогие цены. И я думала, что будут скидки, но скидок пока нет. Мне нравится тогда. Мне кажется, я первый раз в миссии, а потом в погоне. Это очень смешно будет видно. Я купила пальто. Я этому очень рада. Теперь я очень холодной. Это и осенью. И зимой. Потому что зимой я тоже очень долго ношу пальто. Ещё я зашла золотой яблок. Но я чисто физически не могла достать камеру. Потому что у меня все руки были заднены. Но я прожорчик купила, когда приду домой. А ещё я очень голодная. Сейчас время час. И у меня через 2 часа созвон по стажировке. Я свалила кофе. И сейчас покажу вам, что я купила. Пускай будет так. Я знаю, что это гениальная идея включать лампу, когда у меня есть дневной свет. Но ладно. Просто так удобно. Я взяла консилер от Essence. Я его очень долгое время назад пробовала. Stay all day. 16 hours. Далее взяла шампунь. Очень удачный ценен. Типа 390 рублей. Питательный для сухих. Мне очень нравится вот этот бренд. Мне очень нравится у них мыло. И, в общем, такая большая бутылька. Очень приятно. Ещё я взяла под свою ванну. Она у меня такая вся оранжевая. Я взяла зубную пасту Pure by President Maracuja. Очень классная. Стоила где-то 150 рублей. Попробую. Хотя особенно такие флейвы не люблю. И решил попробовать румяна от Makeup Academy. Сейчас покажу. Мы с вами накрасимся в новом видео. Имя. Они прям такого светло-персикового оттенка. И мне захотелось их очень попробовать. Потому что у меня нету таких прям пастельно-светлых оттенков в коллекции. И мне кажется, это очень такой классный освежающий продукт. Который не просто такой вот doll pink даёт, а именно вот peach. Вот. Сварен холодный кофе. Прекрасно. Потрясающе. Лежит Lindor. Salted caramel. Loving it. Покупочки. Покупочки. Красивые. Но паста реально красиво выглядит. Завтра иду наконец-то делать маникюр, потому что я уже задолбалась ходить с этим светлым. Ну, плюс ещё ногти отросли. Не люблю долго ходить с маникюром, который уже отрос. Ну, то есть три недели, всё супер. Дальше нельзя. И, в общем, не могу нигде в Москве найти хороший салон, где можно будет сделать ногти с укреплением. Ну, классический там маникюр со снятием. Мне дороже там двух тысяч. Это ещё что-то очень всё дорого, потому что в Самаре сделать маникюр, ну, тысяча там, четыреста тысяч шестьсот. То есть можно хороший. Поэтому, конечно, я разбалованная регионными ценами. В Москве очень тяжело. Причём нормальный маникюр, чтобы тебе сделали за две тысячи. А то я отдаю там иногда две тысячи. И очень всё не очень. Поэтому, да. Вроде я нашла девочку, которая неплохо делает, но она, к сожалению, завтра не может. А я уже хочу сейчас поскорее снять, сделаю себе просто классический red на ногтях. Мне хочется какой-то такой хорошей, доброй классики. Ну, может быть, какой-нибудь ещё будет красивый цвет. Но нют точно не хочу. Хочу яркие ногти до начала сентября, чтобы я ходила с прекрасными летним ярким маникюром. Всё, у меня состоялся созвон. Всё хорошо. Всё интересно. Думаю, что это мне будет очень полезно в плане какого-то моего будущего в сфере медиа. Очень интересно. Буду держать себя в курсе. Потом расскажу. Может быть, excited. Very excited. Сегодня произойдёт то, о чём я уже перестала думать давно. Думала, что это не произойдёт, а это каким-то образом произошло. Поэтому, да, чудеса какие-то случаются. Не знаю, не очень. Не знаю, не очень. Планы на день сегодня образовались вчера. Обязательный успех. У нас сейчас очень жарко. Остатки нанесу на тему. Я сейчас соберу полный образ и расскажу вам, что же такого произошло. Потому что нужно сесть и красиво, чинно рассказать. Вчера сходила золотой яблок и хотела себе какой-нибудь классный тон по-хорошей цене купить. Очень хотела купить Influence Beauty, который для сияния кожи в такой неоново-розовой упаковке. Но яблоки в Эфимоле не было. И остальные тональные крема что-то стоили как-то не объективно дорого. Я решила, что не буду тратить свой кэш на это. Возьму Waterproof Concealer, который вот я купила от Essence. Как раз мы его сегодня протестируем. У меня на лице отразились выходные. Потому что я в выходные ела очень много сладкого. И у меня прям сейчас вижу на лице последствия. Мне срочно нужно купить вот эту стойкую тушь. Потому что у меня сейчас начали уже уголочки нароченные отпадать. И мне уже не хватает интенсивности. В принципе, я как бы так сейчас хожу, я не крашу глаза. Но уже так вот на какой-то выход мне хочется нанести. Слушайте, ну консилер очень приятный. Классно выравнивает так. Хочется чуть-чуть еще плотности добавить. Очень красиво. И возьму новые румяна, которые я показала вам тоже. То есть это такой Salmon. Если угодно его называть. И он для летнего такого мейка. Ну и даже уже, знаете, не хочется про это говорить. Но в осеннем макияж его тоже будет классно интегрировать. Как раз подойдет тем, кто не любит, чтобы... Кто любит макияж, но кто не любит, чтобы он был заметен. Да? На лице. Вот как раз это идеальный для вас оттенок. У них не сильно пигментированная текстура. То есть можно смело наслаивать. Вы не переборщите. Он даже вот на очень светлой коншках мая делает такой вот именно эффект загара. Когда у меня такой образ уже с выравниванием дона, с румянами. Мне не хочется уже ничего добавлять. Ну то есть красить глаза. Сейчас посмотрим. По настроению. Брови я укладываю лаком для волос. Просто на внутренний уголочек глаза высветлим его. На века я не буду наносить. Точнее это не тени, это хайлайтер. Вот он бьюти. Просто высветлю внутренние уголочки. Можно немножко добавить хайлайтера. Уголочки. Красивое вот это вот сияние создать. Влажное. На солнышке потрясающе будет смотреть сейчас. Чикаго. Арт-визаж. И она у меня отпечатывается наверху на веке. Ну и я прокрашу просто вот внешние уголочки. Не буду заходить ко внутреннему уголку, чтобы не сильно века отпечатывалось. Потому что мне это очень раздражает сейчас. Поэтому нужно купить водостойкую тушь. Потому что вот летом очень сильно отпечатывается. Настолько сильно, что я сейчас возьму пудру. И это микс. И вот здесь вот заматирую все, чтобы у меня не прилипала сюда тушь. Очень удобный лайфхак. Можно также закрепить консилие под глазами. Вот берете просто свою пудру, которую вы наносите на все лицо. И кисточкой для растушевки добавляете. Очень удобно локально. Так как раз это такой секретная фишечка визажистов. Делать все маленькими кисточками. Потому что вы так локальнее все прорабатываете. Все смотрится много лучше. Я уже оделась. И сейчас сначала я еду на маникюр. Finally. Я очень хотела поехать на маникюр. И второе событие, которое произошло вчера. Я еду отдавать оригинал диплома в вышку. Я поступила на бюджет в магистратуру. И это, конечно, просто... Я не знаю, как так получилось. Потому что я не надеялась, что я пройду на бюджет. У меня было такое условие перед самой собой, перед родителями. Что я либо поступаю на бюджет, либо не поступаю. То есть я не хотела идти в магистратуру на оплатную основу. Я хотела поступить на бюджет и учиться. Если бы это был не бюджет, то не собиралась. В общем, на одну программу, которую я подавала, там мне попался очень неправильный, нехороший проверяющий, который не стал мне добавлять баллы за портфолио. И там уже было без шансов, что меня возьмут. А на вторую программу я даже не стала смотреть, прошла ли я. Потому что я поняла, что там тоже низкий балл относительно был за портфолио. Я думаю, ну, значит, типа не судьба. В итоге вчера мне позвонили и сказали, что я прошла на бюджет. И более того, я буду учиться со своими подругами в этом факультете. Поэтому я просто безумно рада. Я потом уже расскажу, что это за факультет. Но факт остаётся фактом, что я сегодня отдам свой красный диплом бакалавра и стану студентом-магистром. Фух, вот так вот, представляете? Просто, реально. Я вчера лежала, смотрела Шерека. И мне звонок. Василиса, здравствуйте. Перед этим у меня был созвон по стажировке, когда я сказала, что у меня не будет магистратуры. Я свободна по графику абсолютно. И тут мне звонят и говорят, что Василиса, ваш балл подходит... Теперь уже подходит под бюджет. И, в общем, всё. This is it. Это было просто как в кино, потому что я сначала решила, что это просто какой-то опрос, и надо мной хотят пошутить. В общем... This is it. She's a pretty. Кстати, это платье я тоже шила сама. Ну, как бы. У меня шила портная, но фасон, ткань выбирали. Мы сами. Это было быстро, странно, совсем не больно. Но мне оставили красную папочку. Всё. Я студентка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok